Здравствуйте! В столичной подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Елена Тиханович. Непогода ворвалась в столицу. Изнуренный жарой город оказался сегодня во власти дождя. Вместе с прохладой небесная канцелярия принесла горожанам их лопоты. В партизанский проспект, а также улицы Интернациональная, Захарова и Волгоградская оказались затоплены. На время пришлось прекратить движение трамвая в сторону Зелёного луга. На улице Кальварийской стояли троллейбусы. Вода скопилась и около станции метро Малиновка, парк Челюскинцев, Академия наук. Зато по пресловутой улице Немиге водителям и пешеходам, наконец, не пришлось переправляться в плавь. Я шёл из кинотеатра, и у меня в полосе недвижимости, но пожалуй, быстрее не с тобой. Я работаю здесь в заведении, и благодаря тому, что вели коллектор, нас уже, так сказать, мы не чувствуем и не боимся, что мы можем утонуть. А вот новому торговому центру на Немиге повезло куда меньше. Сокольные этажи в очередной раз оказались подтопленными. Правда, вода туда хлынула не из улицы, а из канализации. Трубы попросту не выдержали напора воды. И сейчас вместо активной торговли у продавцов интенсивная уборка. Попасть в магазин этот не могу, потому что залитие второй раз произошедшее. В предыдущий раз мы договорились, нам компенсировали, то есть претензий нет. Но думали, что всё будет устранено. Где в столице расцвели лотосы? Почему жители улицы Кирова не радуются созданию музыкального квартала? И как на время строительства дорожной развязки проспекта независимости с улицы Филимонова изменится парк возле национальной библиотеки? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасии Венчу. Чтобы лето не кончалось, несмотря на конец сезона, в переулке Кузьмы Черного снова распустилась вишня, а в ботаническом саду лотосы. Изящные кувшинки украшают небольшой водоём на окраине сада. Розовый лотос расцвёл всего несколько дней назад и сразу собрал восхищённых горожан. Менчане то и дело фотографируют редкое растение, ведь снежно-розовые кувшинки цветут только три дня, причём утром они раскрываются, а вечером закрываются. Очень приятно. Это, в общем, это и цветок древний, как бы по вере. Такое есть, что цветок любви, цветок счастья. Цвет у них необычайный, тыловый. По словам наблюдательных горожан, в переулке Кузьмы Черного второй раз за сезон расцвела вишня. Правда, из-за дождей нежные лебестки опали, не дав нашей съёмочной группе насладиться своим великолепием. Без противогаза на улице Кирова не пройти. Вечная дыбовая завеса появилась здесь из-за реконструкции художественного музея. В начале месяца городские службы приступили к осуществлению масштабного проекта музейного квартала на улице Карла Маркса. Правда, работа как-то не задалась. Местные жители жалуются на постоянный шум, пыль и близкую расположенность самой стройки к детской площадке. Дышать вредным коктейлем из штукатурки и побелки горожане просто не могут. В вторых, третьих этажей здания выбрасывают строительный мусор, обломки мебели, грязь, это пыль, всё это летит нам во двор. Возмущает минчан и то, что стройка как следует не огорожена. В опасную зону запросто могут попасть дети. У работников же своя версия. У нас всегда горожане, просто контейнеры приехали, мы как бы разгородили, машина заберёт контейнер, но опять у нас тоже пыль. Но пыль как бы в тот дом вообще не идёт, пыль только в доме может быть. Благого дела ради, минчанам на время придётся отменить прогулки в сквере возле Национальной библиотеки. Гранитные парапеты и тротуарную плитку сейчас демонтируют из-за строительства дорожной развязки на перекрёстке проспекта Независимости и улицы Филимонова. Большой проспект требует укрепления грунта, а также перенос теплотрассы, кабельных магистралей и водопровода. Как только работы завершатся, парк будет не только восстановлен, но и дополнен различными скульптурными композициями. Здесь также появится велодорожка. На данном этапе происходит просто перекладка сетей, всех возможных для строительства объездной дороги. Ваше видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт, сетевиточка.бивай в разделе форум, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Кнут или пряник, столичные зоны отдыха привели в порядок. К такому выводу пришли эпидемиологи во время очередного рейда. В выходные дни минские пляжи отличились чистотой. Однако специалисты по-прежнему обеспокоены беспорядком на стройплощадках. Мониторинг показал, почти половина из них не соответствует санитарным нормам. Больше всего нарушений в центральном районе столицы. Провинившимся грозит серьезное наказание от штрафа до приостановления работы. В санитарной эпидемиологической службе города был продолжен мониторинг состояния, содержания мест на особо посещаемых минчанами. Это, конечно, зоны отдыха. По состоянию на субботу и воскресенье замечаний по санитарному состоянию не было. Будет продолжен контроль за всеми эпидемиологическими объектами. Кроме того, на контроле, конечно, остается еще и четвертая смена. Сейчас проходит детский оздоровительный учреждение. Столичный Нотингем. Новый жилой комплекс в английском стиле появится рядом с кварталом «Зеленый бор». Многоэтажную застройку на 60 тысяч человек планируют развернуть уже в следующем году. 900 тысяч квадратных метров мини-Нотингема будут возводить Управление капитального строительства Мингородсполкома. Строить жилую недвижимость будут параллельно с возведением образовательной, медицинской, спортивной инфраструктуры, а также благоустройством существующих лесных массивов и озеленением дворов и улиц. Завершить масштабный проект планируют к 2020 году. Поручение главы государства о сокращении строительства жилья в городе Минске, то есть в пределах Кольцевой, конечно же, данная застройка позволит снизить уменьшить количество строительства в городе Минске и обеспечить жильем всех нуждающихся, потому что это за Кольцевой и относится к территории столицы. Удобный шоппинг. Более ста новых торговых точек появятся в столице к концу года. Большинство из них – магазины шаговой доступности. А внимание сконцентрируют на развивающемся Фрунденском районе. Сейчас в Минске около 1 миллиона квадратных метров торговых площадей. Ежегодно в столице появляется 200-250 новых магазинов. Так, по подсчетам специалистов, уже к концу следующего года социальный стандарт по обеспеченности населения Минска торговыми площадями будет выполнен полностью. В Минске обеспеченность составляет 500 квадратных метров на тысячу жителей. Значит, если мы к 2015 году планируем выйти на показатель 600 квадратных метров на тысячу жителей. Соответственно, в других городах, таких как в столицах, вот я имею в виду, это Киев, там 417 квадратных метров на тысячу жителей обеспеченность. В Москве 743, в Париже будет 860 квадратных метров на тысячу жителей. Чудеса случаются. В середине августа снова цветут вишни и распускаются лотосы. А чем еще порадовала и удивила Минчан природа этим летом, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Тем, что листья начали рано опадать, только я, наверное, большим ничем. Ну и то, что когда очень много дождей, то есть я боялась прям, что она затопит, и все, и глобальное наводнение случилось. Все засохло, и вот такой жарой как раз-таки на огороде мало чего выросло. Посмотрите на деревья, листья уже засохли. Осень наступила, август месяц. Урожай нормальный, но не такой, как чтобы хвастаться, понимаете? А у людей, конечно, о, какие помидоры, лурцы, там еще что-то такое, арбузы растят, дыни растят. Жарой и сухими листьями. Можно загорать, купаться, отдыхать. Все отлично. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до...